Всем привет, ребята! Я вас рада видеть на своем канале. Сегодня мы будем делать оригами слоника и бомбочку. Ну что это за бомбочка? Надо ее надуть. Бомбочка. Пик! Бомбочка у меня будет розовая, слоник будет зелененький. Чтобы делать бомбочку, нам надо сложить лист по диагонали, чтобы получился квадрат. Складываем и обрезаем. Мы его задолжили, у нас получился квадрат. Теперь мы намечаем линии вгиба. Складываем по второй диагонали. И просто пополам. С одной стороны и со второй. Теперь мы опять складываем по диагонали. загибаем внутрь. У нас получилась базовая форма двойной квадрат. Но это была, опять же, линия вгиба. Теперь мы раскладываем и двойной квадрат. Складываем пополам. И по вот этому треугольнику загибаем вот эти части внутрь. и со второй стороны. Вот такой вот треугольничек у нас должен получиться. Теперь вот эти вот треугольнички мы загибаем кверху по линии середины. Разглаживаем. И то же самое делаем со второй стороны. Теперь загибаем уголки к середине. Загибаем верхнюю часть, первую. Сосовываем в получившиеся карманчики. С одной стороны и со второй. Теперь переворачиваем фигуру и делаем то же самое. Загибаем уголки к середине. Теперь то же самое мы делаем сверху. Получившиеся карманчики заправляем. У меня очень вредные уголки. Они не хотят залазить в карманчики. Но я еще вреднее. Я их туда засуну. В общем, кое-как засунула. Наша бомбочка почти готова. Но остался последний штрих. Нам надо ее надуть. Вот такая вот гламурненькая бомбочка у нас получилась. Кто не понял, надувать надо в то место, когда в форме плоской. Там с одной стороны будет дырочка. В нее надо надувать. А следующее, что мы будем делать, это будет слоник. Из листа заготовку квадратик. Ножик нам больше не понадобится. Его мы можем смело сложить. У меня уже была розовенькая. Розовенький слоник. Это будет девочка. И сейчас мы ее сделаем с зелененького друга. Для начала мы складываем уголки. Вот у нас получилась линия сгиба. Мы складываем чуть-чуть, не доходя до нее. С одной стороны и со второй. Теперь то, что у нас получилось, мы складываем пополам. Теперь нам надо отогнуть вот эту сторону. Отгибаем. Теперь вот у нас тут карманчик посерединке должен образоваться. Его мы выгибаем вот так вот. Вот что у нас должно получиться. Должно немножко не доходить до края. Теперь мы берем ножнички и делаем два маленьких надрезика по бокам. Один и второй. Теперь нам надо сложить кобот слоника гармошкой. Вот у нас гармошка у слоника. Теперь надо загнуть ему ушки. Мы тоже делаем это гармошкой, но только более маленькой. Да у нас все вредно и все не хочет закладываться. Ничего. Так, мы загнули ему ушки. И вот тут вот где хобот у нас получились уголки. Их надо спрятать под хобот. Зубки. Все, почти все закончилось. Теперь нам осталось загнуть хвостик слонику. Для этого мы просто загибаем его назад. И не до конца выгибаем вперед. У нас получается хвостик. Теперь мы берем ножницы. Кому легче намечаем тут карандашиком ножки. И вырезаем. Теперь осталось нарисовать слонику ушки. Ой, ну да. Ушки, глазки. Ну, я еще точечки нарисую, как у этого моего слоника. Три. Рисуем глазки. Три. Рисуем глазки. Три. Ушки. Три. Второе. Ребят, я посмотрела И лучше, наверное, взять фломастер Потому что ручкой не очень удобно И сейчас я просто обведу то, что рисовала ручкой фломастером А теперь рисуем ему ногти Вот такая вот у нас получилась парочка слонов Стойте, у девочки чего-то не хватает, вы догадались Конечно же, длинных, красивых овесничек Все у нас пара Ну все, ребята, видео подошло к концу И давайте пошлите прощаться Слушайте, я вот что заметила У нас же даже бомбочки парами Тоже мальчик и девочка Розовая девочка и зеленый мальчик Все почти как со слонами Ну а наше видео подошло к концу Не забывайте, если вам понравилось, поставить лайк Если вам понравилось, подписаться на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok